Всем привет в обед! Ну что, попипикаем? Погода сегодня, ну такая, такая, но могло быть и хуже. Так что вот два раза уже ездил на поля, но только посмотрел, потому что болото. У нас чернозём и не. Приходится ехать в дальние дали, но приехал. Уже, конечно, побегал минут сорок, ничего, но приехал на следующее место. Мы здесь были в прошлом году, что-то куда левее, так что походим. Ну а вдруг, а вдруг? Смотрите какой был, а! Хай ту би грац, я уже думал монета. Ну пока копал. А ну, а ну, за два часа, так скажем, оптимизма-то поубавилась. Это какое-то ушко, чего-то, наверное, скотелка или чего-то подобного, или зацеп какой-то, но не монета. Ну, сюда пришёл, потому что, ну, яма же, смотрите, думал, домовая, сейчас монет надёргаю. А деду я-то привёз гостинец и всё такое. Дед какашка сегодня. Кстати, а вы вот деду вообще в деда верите? Ну, какой дед? Ну, кто в деда, кто в бабулю? У деда хабара. О, как советик. Ну, почти. Я вот, когда начинал копать, про деда вообще не знал. То есть вообще. Копал, дай копал. Ну, если честно, ничего и не находил. Я, наверное, первую находку, монетку свою нашёл через месяц. Деньга была 1750 года. О, а что было первое? И через сколько нашли, если не секрет? А потом начал читать разные форумы. А, вот она, пуля. И на форумах... Пуля. На форумах узнал, что есть дед. О, смотрите. Сразу показалось, что пуля. Потому что вот так вот край заблестел. А это, кажется, не пуля. А чего оно такое? Я не знаю. Загугулино с чего-то. А если присмотреться, здесь отверстия какие-то есть. Чего оно такое? Наверное, что-то к нему крепилось. Но я такого никогда не находил. Так что будут варианты. Выслушаю. Такая вот штуковина от Виссюлины. Ну, пускай находка. Карман. Вот, узнал я про деда. И начал, как все, что-то там ему прикапывать. Какой-то подозрительный рядом закапывать. Ну, когда это конфеты, когда это там бутерброд с мясом. Да-да-да, Димон бывает и мясом может поделиться. Ну, как я заметил, это работает на новых местах. Ну, тут логично, понятно. Чтобы установить место, но все равно надо во что-то верить. А вот, когда место не новое, надо закапывать? Или нет? не, это какая-то металлоломина вот даже. А, это фольга. Ах ты. Фольга. Ах, бывает. А, смотрите. Арахис опять свежий. О, лесной. Знаете, сколько в нем бета-каротина, витаминов-то? Два. Еще, извините, что блююсь, надо, чтобы полежал. Теперь между зубов застрелил. Где она была? Вот. Вот. Я уже тихонько, честно ходил, материл деда. Как так-то? Я тебе закопал, а ты вот еще есть одна как бы теория. Вот она. Смотрите, какая маленькая. по размерам ну, копейка Николая. И как бы теория, не теория, но проверенная. Вот бывает ходишь, а находок нет. Раз нет, два нет. И начинаешь материть деда, рассказывать, как ты мог. Что же оно такое, на копейку не похоже. Ну, то есть вычитываешь. И бывает помогает. Вот скажите, у вас бывает такое, что секунду, чуток вытер я не знаю, что это за монета, ни копейка точно. Что-то, то ли какой-то осьминог. Что-то подобное находил. Так что скажите, у вас бывает такое, что вы материте деда, и это помогает? Вот честно только. Ну, я думаю, что люди подскажут, что это у нас такое. Может, это мега рарик, Некоторые подписчики где-то есть. А я-то когда находил под бревном. Смотрите, даже дядь его подолбал. Писали мне, ух, мёрзло, что нельзя, деда, обижать. А как нельзя? Когда ты раз ему что-то там набашлял, второй раз там бутерброд с салом, третий раз там постарался огурчиком, а он тебе ничего. И ты приезжаешь очередной раз весь такой уже обмякший, обвисший, как Ички у моей соседки. Да, надо это вырезать. И всё, и ты начинаешь что-то рассказывать такой-то перед такой. И Ирбайд работает, серьёзно. Так скажем, кнутом и пряником. Ну вот так красивый, как бы загадочный. Ого! А вы верите в деда и в то, что надо приносить вот это всё ему? Некоторые даже есть монеты закапывают, а потом другие находят какие-то непонятные монеты и не могут объяснить почему и как те монеты тут оказались. Да потому что тут другие поисковики как бы верят в то, что надо монетку на монетку менять и всё такое. О! 118! Давай! Рубляку! Если рубль то не мой, то подписчика. Во! Хо-хо-хо! Опа-на! Вот это он! Это пятак! Это пятак! Вот тебе и не материть деда! Может лучше материть? Вот это дерево упало, сломалось и вот так вот. Смотрите какой, Красавец! О! Пятак это всегда в радость. Как вспомню, как я первый свой нашёл. Даже не знал, что они бывали такие огромные. Такая монета. монитосина! О! Зелёный какой! Но честно, вот эта зелёная патина опасная. Секунду. Почему? Потому что бывает, если чистишь монету, сходит весь рельеф. Коричневая держится, а вот зелёная опасная. так что ради эксперимента я снимаю давайте легонько помою и попробуем вот эту монетку продать. Вот интересно, сколько выйдет по деньгам лесной пятачок Екатерины. Если это ЕМ, то я не думаю, что очень дорого, но всё равно интересненько. Ух, какая монитосина! Давай кошелёчек таких! Кошелёчек таких! Даже если бы вот так за день, я бы считал, что это уже мега удачно, что это просто мега пятак это фу, чтоб тебе расковырял так как вот смотрите всё и вот она на пальце залипла искал без спины это копеечка золото партии это но всё равно монетка маленькие они такие но Рутус их видит хорошо хорошо без винят вот такая вот некоторые не берут советы я всё беру всё Что не знаю То просто складываю там В какую-то кастрюльку А потом переберу Если чего, то даже на металлолом можно сдать Но оставлять в лесу Есть подписчики, которые пишут Дима, что это я выбросил То кельт ставят, то еще что-нибудь Зеленое Так что не, забирайте, друзья, все Монетка, монетка Неожиданно как Смотрите, как звенел И на таком склоне Сверху я чуток левее спускался Но я уже нашел Звенел так, как будто нечто О, сразу думал Пряжка СССР Но кажется не она Потому что зеленая А если зеленая, значит древняя А если древняя, значит Надо отнести в музей Понесем в музей Смотрим поближе Хотя покрутил руках, может быть и Ой, где ты? А, вот она Может быть и показалось Я его на лопатой Саданул Не знаю, честно Как вы думаете, это Ну похоже же На древние культуры Вот таким вот А с другой стороны И на Что-то уже не такое древнее Не знаю Как думаете Древность? Не древность? Хотя я здесь Ничего такого Больше не находил Интересно Будут варианты? Выслушаю Забираем Вот смотрите Одна пробка Вторая пробка Кстати, это была поглубже Это сверху И где? Это не похоже на пробку Это 116 Но если сверху Значит О, ха-ха Наруто себе так бьет Ну что-то медное О, откопали Ну годограф показывает Ровную линию И где ты? Давай Давай уже скоро домой ехать О, вот, вот Вот она Опа-на Какая немаленькая Смотрите Класс Жаль, что фотик еще в ремонте Ох, какая монитосина-то По размерам Что-то интересное Класс А ну Где-то моя зубная щетка тещи Ох, вот это вот Топатина, что я рассказывал Смотрите Коричневая Она очень Хорошо держится Это не зеленая Она не отпадает То есть если монетку помыть правильно То она по идее Должна такая и остаться Это у нас 3 копейки 1924 года Медная монета Ранних СССР Красотень Сколько такая стоит? Что я не знаю 37-38 долларов Во снах Класс Так, положим Коробочку Я бывает когда-то терял монеты Серьезно, терял Когда носил Не пойми чему Так что теперь вот так вот Коробочку себе такую прикупил Ну, не важно какая Главное, чтобы Закрывалась И у кармана То крестик когда-то терял Потом плакал Два дня, наверное Крестики у нас Очень редко Так что Подумайте об этом Чтобы коробочка была Надежная Пойдем Рутус А металлолом здесь бывает И вот такой Вот так бьет Ты думаешь Ух, снимаешь Ух, чуть не упал Рассказываешь Там сейчас будет А оно будет Если оно в подстилке Лежит, то То будет Ну, бывает Я выучил одно Что если сигнал То есть, то нет То есть, то нет То это что-то должно быть хорошее Потому что оно Скатывается в ямку И Прибор его то видит То не видит Любой прибор О Был какой-то такой Пару раз копнул Пропал Думаю Да не Умение не пропьешь И где О Люблю когда так Димон Снайпер Опа Давай этот Волнующий момент Дембельский аккорд Потому что Ехать уже надо Вот это вот Не О Во Что-то почувствовал Класс Вот она Это 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 пуговица Это пуговица Друзья Класс 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 Покрутил Посмотрел Еще и живая С ушком Некоторые подписчики Говорят Надо говорить Ушком Да вы что Какой им ушком 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 Вот оно Видите Красотень Там еще Чего-то есть Если присмотреться Это у нас выходит Пуговица Артиллериста Полк 12 Ну насколько я Это понимаю Наверное Будут там Какие-то еще И надписи Класс Люблю пуговица Ах Это праздничное сало Желаю всем Хорошим людям Таких вот Необычных Как в наших местах Находок Что Все Едем домой Нас ждут Еще Великие дела Да Смотрите Покажу Подписчик Прислал Такую вот Штуку Что это Это у нас Остатки Царского Самовара Даже клейма Есть Ну там Он много Чтобы прислал Это самое Тяжелое Зачем Видео Запилим И попробуем Обменять На деньги Так что Если у вас есть интересные находки Не знаете куда пристроить Хотите законно продать Пишите, будем думать Пишите ссылочки под видео А также под видео ссылочки на прибор Такой как у меня, RUTUS ALTER 71 Почему 71? Потому что 71 частота Да-да, 71 Работают не все вместе, по очередности Короче, расскажу кому интересно Ссылка под видео, можно почитать, посмотреть Заказать или проконсультироваться Если хотите просто что-нибудь подобрать себе Теряетесь там Или-или-или Тоже пишите, всем отвечу Ссылочки под видео Фотоаппарат, наверное, надо новый покупать Никто не знает какой Хочу зеркалку У меня до этого был когда-то пленочный Киев-4 Потом была зеркалочка Но что-то она заболела Вот кто юзает зеркалку Вот мне такую там прям дорогущую не надо Потому что откуда у бомжа печенье Ну нормально Если у кого-то есть на данное время Посоветуйте Потому что я это что-то покупал 10 лет назад Потому что чувствую, что Наверное, не починят Ну а там будем верить Но все равно посоветуйте Да, подобные вещи Лучше продавать как запчасти Вот видите Клейма Цари А не как металлолом Потому что ну что тут Ну килограмм Цветного металла А если как запчасть То это будет в несколько раз дороже Потому что это запчасть Оно не сломано Так что повторюсь Ссылки Под видео И вот это вот чистить не надо И подобные вещи Это все часть предмета Его история Патина Не надо ничего чистить Друзья Всем добра И до новых встреч На канале Как и обещал Монетку не чистил Просто слегка помыл водой Красотень Вот в таком состоянии Была куплена Примерно за 11 долларов Понимаете Расскажи Дешево Ага А можно было попробовать почистить Да Может быть бы стоило дороже А может быть бы Оп И все Цена была почти ноль Ну два бакса Так что Не лучше не чистить Если думаете продавать А если для себя То хоть болгаркой Субтитры сделал DimaTorzok